Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Скажите пожалуйста, как научиться быть собой и контролировать свои эмоции? Меня уважают и восхищаются многие те люди, с кем я веду себя отстраненно, кого я не подпускаю к себе близко и веду себя умно без какой-либо болтавни, а те люди меня вообще не замечают, не слышат, не видят и не слушают. Я с ними сидю себе как-то по-детски, болтаю много, негативные или позитивные эмоции показываю. Вот как себя контролировать всегда и везде. Как делать так, но меня слышали, уважали, а не игнорировали и отталкивали. Ну, здесь конечно многоаспектная задача, многоаспектная такая получается история, потому что, во-первых, у вас есть боль от отвержения непрожитая, очевидно. и она, ну, до сих пор, до сих пор она причиняет вам дискомфорт, до сих пор она довольно серьезно по вам как-то бьет к большому моему сожалению. И, соответственно, пока она эту боль будет по вам бить, да, пока вы будете пытаться что-то компенсировать, ага, вот, ну, за счет, вот, получения уважения за счет, ну, за счет, вот, там, попытки что-то сделать, вот, ну, на мой взгляд, ничего не получится хорошего в этой, в этой ситуации, вот, поэтому, а, постарайтесь как-то вот признаться, да, в первую очередь, что, вот, ну, что вас болит, да, что вам больно, от того, как, ну, может быть, кто-то с вами поступил в прошлом, вот, то есть это вот первый момент. То же самое, в принципе, касается и момента, связанного с игнорированием, да, то есть есть такое вот, может быть, у вас ощущение, что вы пустое место, да, есть ощущение, что вы ничего не знаете, есть ощущение, что вы ничего не стоите, вот, это, как бы, элемент вашего, с одной стороны, восприятия себя, с другой стороны, это элемент, элемент того, как вы обращаетесь с собой, ну, вот, то есть это все достаточно взаимосвязано друг с другом, к счастью, к счастью, вот, и элементы выделять здесь, на мой взгляд, нужно с большой осторожностью, потому что можно упустить какие-то важные детали, вот, поэтому вопрос игнорирования, что для вас это значит, тоже необходимо рассматривать предельно, ну, предельно внимательно, да, потому что вот можно ошибиться, можно как-то вот, можно как-то вот вам, ну, я бы даже сказал, что можно вам навредить, вот, чего мне, конечно, делать совершенно не хотелось бы, как вы понимаете, да, вот, следующий момент, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Обычно, вот, так называемая болтовня берет начало ум желания избежать какой-то неловкости, из желания, ну, уйти из какого-то состояния, из какого-то переживания. из какого-то, ну, из каких чувств вы это делаете. То есть, эээ, дело не в том, эээ, как бы, что вы много говорите, и даже дело не в том, эээ, что вы говорите, а дело в том, из какого, вот, ну, из каких чувств вы это делаете. Из каких чувств говорите, ну, если вы пытаетесь человека как-то завлечь, если вы пытаетесь человека как-то вот привлечь, то, конечно, вас не будут замечать, потому что вы пытаетесь, ну, что называется заискивать. Заискивание это то, что всегда чувствуется и, в общем-то, ну, вызывает такие вот, ну, такие достаточно неприятные эмоции, потому что ты понимаешь, что вот перед собой как-бы заискивают. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вам имело быть смысл, ээ, вот, это, ну, эту позицию, да, несколько пересмотреть, ну, на мой взгляд. Вот. Вот. Вам имело быть смысл эти позиции немного пересмотреть. А, вот. И, а, как-то общаться, ну, вот, в том числе с другими людьми, а посредством, наверное, все-таки того, что вам важно, ценно, дорого, а не посредством того, чтобы понравиться, ну, кому-то. и когда вы переключитесь, когда и если вы переключитесь, ага, я думаю, что у вас появятся все шансы для того, чтобы изменить свое поведение. А, дальше. А, ну, как бы, вам уже это сказали, но я, наверное, повторю, что контролировать, контролировать себя и быть собой невозможно. То есть это, как, собственно, вам и сказал, сказал мой коллега, Кудрячев Игорь Леонидович. Вот. Это взаимоисключающие две истории. Вот. Думаю, если вы хотите быть собой, вам придется в какой-то степени признать факт того, что, ну, что вы не можете контролировать какую-то часть своей жизни. И вы не можете контролировать, что важнее себя в этом смысле. Вот. Вы не можете себя контролировать, но можно, как, ну, как мне думается, да, можно вполне научиться, ну, как бы выражать те чувства, которые у вас, ну, есть, да. те чувства не просто, ну, там, а негативные и позитивные, как, ну, как вы сейчас это называете, а именно то, что вы испытываете на самом деле. Потому что негативные и позитивные чувства – это больше про, вот, про реакцию. Это больше про именно вот, ну, про какое-то реагирование больше. Вот. Это не про, ну, не про сами чувства, к сожалению. Вот. Поэтому я бы вам какой-то вот, ну, какой-то, какой-то такой ответ подал, вот, ну, в данном, в данном, в данном контексте. Вот. Вот, в принципе, пожалуй, то, что хотелось рассказать. А еще один важный момент заключается в том, что вы хотите, чтобы вас уважали, вы хотите, чтобы вас не игнорировали, как, ну, как вы хотите, чтобы вы хотите, чтобы вас, вот, уважали, и чтобы вас не игнорировали. Так, как еще будет выстраиваться ваше взаимодействие с людьми, по поводу чего. Вот. Это тоже важно. Ну, и в целом, в целом, это работа с надвинкой, вот, работа с вашими комплексами, это работа с вашими страхами, травмами, вот, и негативным опытом. Это запрос на психотерапию. Поэтому обращайтесь за помощью, выбирайте специалиста, и начинайте работать. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова